Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин. К нам присоединяется режиссер Станислав Такалов. Доброе утро, здрасте. Доброе утро. Насколько действительно всегда, когда видишь актеров, режиссеров, которые рассказывают о своих проектах, которые выходят на экраны, на самом деле они уже снимаются в другом. И вот думаешь, боже мой, вот у человека уже, вот он в другом образе, а он должен рассказывать о том, что было вообще год или там даже два назад, вспоминать, как это все происходило. У нас сегодня очень много тем, потому что я понимаю, что, во-первых, уже можно поздравиться со следующим проектом, я понимаю, что уже новые проекты на колеса становятся. Ну да, но в Латвии работа режиссера, кино, такой профессии, как отдельной профессии. Нет, я не знаю ни одного режиссера в Латвии, который может позволить себе просто 3-4 года делать художественный фильм один и каким-то образом существовать. Поэтому ты все время как уши на сковородке пытаешься понять, что будет дальше, как начать следующий проект. И это неизбежный процесс такой. Тем более это же кино, которое выходит вот в среду, оно уже закончено. Кино — это не как театр, где ты до последнего мгновения, даже во время показа, премьеры волнуешься, пока занавес не упал. Кино, ты его сделал. И, как мне нравится говорить, ну, отпустил — это сомнительно. Но то, что технически оно закончено, и, в принципе, оно всё, оно погибает. Искусство в это мгновение погибает, потому что оно закончено, и всё. А оно оживает, когда его смотрит зритель в очередной раз. Но ты уже поменять ничего не можешь. Оно закончено. В Голливуде берут, и там тест-просмотр, там, а давайте переснимем, чтобы этот герой выжил, а тут, значит, всё. Но мы эти этапы все уже прошли. Мы делали тест-скрининги, а сейчас в Европе тоже делают. Я считаю, что это вообще лучшее, что с тобой может произойти. Это очень-очень тревожный момент, потому что ты показываешь незаконченную работу, там ещё много вещей не сделано, как ты думал. И люди смотрят, и потом комментируют это. Ничего страшнее я не переживал в контексте своей художественной деятельности. Но это очень полезно, потому что оказывается, что очень много вещей, про которые, ну, ты сам думаешь или с одним коллегой, например, с режиссёром монтажа сидишь, что вы уходите немножко, ну, у вас дискурс появляется в такую параллельную реальность, где вам хотелось бы, чтобы так было. И когда ты отбиваешься от, там, 20 человек, которые смотрят это, ты имеешь возможность вернуться в реальный мир, где вещи происходят, как на самом деле они происходят. Потому что человек говорит, не, ну, а как, а что это, почему, почему эта женщина так вот сказала и здесь сделала. Это же вообще не может так быть. И всё. Ну, а не появляется какого-то такого момента, что, во-первых, ты идёшь на какой-то компромисс со своей режиссёрской задумкой? Ну, это высказывание. Хочется донести какую-то определённую мысль. Понял ты или не понял твоя проблема, грубо говоря. Это именно что тут вот... Сидишь, да, выслушиваешь мнение, эту обратную связь, и начинаешь что-то изменять. И получается какие-то товарно-денежные отношения уже. Чтобы публика поняла, я должен здесь не сделать том, а здесь вот так вот, чтобы они купили билетики в итоге. Не согласен с вами. Есть два подхода. Вот про то, что Олег рассказывает, да, где смотрят зрители, говорят, мне не понравилось, да, и потом продюсер... Мы вот сейчас говорим про этот американский вариант. И продюсер говорит, вот, посмотри, никому не понравилось, давай меняем, этот герой выживет, всем должно понравиться. Это один подход. Но можно и по-другому смотреть. Ты задаешь людям конкретные вопросы, которые связаны не с тем, понравилось им или нет, или они согласны, или им понятно, а является ли язык повествования понятным. Ну, человек, может ли он проследить взаимосвязь вот этого визуального повествования для того, чтобы он мог вообще задуматься о тех вопросах, которые поднимает автор. Это немножко по-другому. Никто не заигрывает зрителям. Нету задачи, чтобы ему понравилось. Есть задача, чтобы язык повествования был понятен, чтобы можно было не упереться в момент, где ты просто... Правда жизни нарушена каким-то образом, по той или иной причине. Понятно? То есть, может быть, у режиссера в голове эта картина очень ясная, но для него это все понятно, а зритель вдруг чего-то не уловил. Я всегда говорю, это такой же язык. Ну, вот, ну, то есть, и визуальный язык кино, в котором работает ремесленник, режиссер, это можно... Ну, упрощаем сейчас очень сильно, но давайте сравним там с немецким. Я говорю по-немецки, я считаю, что я говорю по-немецки, я объясняю другому человеку по-немецки, он не понимает, что я говорю. То есть, из-за того, что я как-то неправильно построил предложение или сложил свой текст неправильно, не связывается в ясную мысль. И это больше с этим связано, с темпоритмом, где человек вдруг смотрит, и через 40 минут, где всегда появляется такая яма, ну, то есть, на час 45, на полтора часа кино, в середине очень рискованный момент, потому что всегда, обычно после половины фильма появляется так называемая яма. Это и в музыке есть элемент, где человек немножко теряет концентрацию, начинает улетать, ну, перестает быть максимально подключенным, да, что естественно тоже. И вот такого характера моменты смотришь, правильно ли ты тампоритмически сложил работу, чтобы зритель был подключен до самого конца и смог пережить то, что ты хочешь ему сказать. То есть, это больше с этим связано, не с заигрыванием со зрителем. Хорошо. Но мы говорим, все-таки скажем, что это картина «Милулис», которая у нас в русском... «Милый друг». «Милый друг», да, но не имеет ничего общего с Гидом и Пассаном. Ну, в моем понимании, это герой, который использует похожие методики, как герои Ги и Дома Пассана, они похожие, а такие же, то есть, свой внешний вид и взаимоотношения с женщинами. Ну, манипулятивность... Манипуля... Как? Манипулятивность. Да, вот, да. С этим смягчением думал, так или нет. Значит, отношение с женщинами пытается каким-то образом пробиться в обществе. Если у Гидома Пассана в 19 веке действие происходит, и там есть определенная специфика того, что будет с женщиной, если кто-то узнает, что она изменила в браке, да, ну, это вплоть до смерти, да, то есть, это определенные правила общества на тот момент. И вот мы в 21 веке, в 2016 году с человеком, который похожими способами пытается двигаться, но и правила другие. Ну, тебя вряд ли к смертной казни приговорят, если ты изменил в отношениях, например. 16 год – это не оговорка, это начало работы над фильмом, я понимаю, да? Да, но и действия тоже в кино, в 2016-м происходит по многим, по многим причинам, по причинам того, что фильм затрагивает работу администраторов неплатежеспособности, и на тот момент мы, в принципе, жили в реалиях мафии этих людей, да, которые, ну, разными способами очень сильно вредили государству, пытаясь идти на наживу, и это, и второй момент, самый главный, то, что главному герою столько же лет, сколько Латвии после возвращения независимости в 91-го, 26 на тот момент, что для меня, как для автора, очень важно, как комментарий. мы не рассказываем сюжет, ну, как бы не намекаем, ничего. мне кажется, мне кажется, в европейском кино очень сложно рассказать сюжет, чтобы заспойлерить так, чтобы не стоило смотреть кино, ну, то есть... Нет, просто здесь еще и присутствует и ребенок, то есть, в принципе, вот здесь не только история о соблазнителе, Жень, чтобы, может быть, у людей не создалось какое-то неправильное впечатление. Мы не спойлерим, мы интригуем. Да, интригуем. Как удалось найти ну, вот исполнителей главных ролей? То есть, это вот насколько был сложный процесс вот самого главного персонажа и, конечно, вот... Ну, как мне кажется, я... Ну, то есть, мне... Естественно, работа режиссера, в моем понимании, это работа с актерами и мизансцены, в первую очередь, да, в зависимости от твоего взаимодействия с оператором или как вы договариваетесь, нет, визуальность тоже, в важной степени. Так как у меня оператор Олег Муту, да, из Румынии с фильмами, которые и «Золотую пальму ветвь» выиграл, и «Uncertainly Guard» категорию, снимающую с Лозницей, Миндадзе, Минджу и всеми в Европе, кто у нас считается ну, как бы верхушкой режиссерского коллектива в Европе, мы сразу договорились, что я абсолютно имею возможность погрузиться в работу с актерами в репетиции и мизан-сцены и в визуальную часть, так как мы сходимся на том, что это вариация румынской новой волны, ну, так самое простое можно объяснить, это значит немонтажность, отсутствие музыки, внимательное наблюдение за персонажами, да, то есть, ну, какие-то основные позиции, я был сконцентрирован на том, что мне кажется, как режиссер должен делать, репетировать с актерами, ставить мизан-сцены, внутри сцены, мизан-сцены это действие, которое происходит внутри сцены, да, которое помогает рассказать историю, с главным героем мы репетировали два года, потому что он еще, в принципе, был студентом последнего курса университета и совсем не был в том месте, где мне хотелось, чтобы снимать его в кино, полтора года он не знал, будет ли у него эта роль, что тоже, конечно, придало остроты наших репетиций, когда ты полтора года репетируешь в стол, да, можно сказать, ну, и не знаешь, будет у тебя эта роль или нет, тебе никто ничего не говорит, и кажется, что, ну, куда-то нам удалось добраться в этом, девочку мы искали, ну, в районе 500, мне кажется, было детей, которых мы посмотрели, там, в 4 или 6 этапов, ну, последние просто уже 10 человек, там, прямо несколько этапов было, и там была задача, мне кажется, что, ну, довольно странно себе, как человеку, представить, что ты сможешь заставить ребенка сделать что-то, что, ну, противоречит его сути, да, если это 9-летняя девочка, и единственный твой шанс, как органично существовать, это найти ребенка, который по той или иной причине комфортно себя чувствует среди большого количества людей, и под камерой, и просто живет, просто есть, он такой же, какой он есть, и вот, ну, мне кажется, в случае Паулы у нас это удалось, есть специфика детей, еще, мне кажется, очень интересная, что, например, англоговорящие страны, например, Америка или Великобритания, дети намного более открыты, у нас есть специфика менталитета, что дети осторожнее взаимодействуют с чужими людьми, делают, что очень камера всегда видит, поэтому, мне кажется, что легче найти англоговорящего ребенка 9 лет сыграет, которому реально все равно на эту камеру и людей вокруг, здесь у нас люди, ну, в контексте менталитета северный регион, это сложнее, но возможно, то есть, мне кажется, Паула во многом переиграла многих взрослых актеров, но это потому, что ей не надо идти через мыслительный процесс, чтобы отпустить себя в кадре, а она просто это делает, и это всегда победит взрослого актера, которому сначала нужно проделать очень сложную работу по поводу того, чтобы он мог отпустить себя перед камерой, перестать думать, потому что, если так коротко взять актерскую работу, ты делаешь, ты очень много думаешь, чтобы, когда включилась камера, не думать, а жить, да, ну, то есть, это тоже очень упрощенный способ, но я понимаю, что мы не на 6 часов собрались, нужно было раскрыть эту тему, но я сдержусь. Кейш, насколько его важная роль, у него вроде бы небольшая, очень такая, ну, несколько буквально эпизодов. Андрес для меня злодей всегда, то есть, Кейш играет в других кино, очень много ролей, где он добрый, хороший человек, я не знаю, у меня Андрес ассоциируется со злодеем, Кейшем, и я вот, уже второй фильм играет роль такого, такого, ну, неоднозначного злодея, да, если в первом фильме вообще очень, как, стрейтфорвард, как говорят, ну, прям, злодей, то здесь он такой, ну, тоже, я думаю, конечно, злодей, Андрес мне очень нравится, очень, очень мне кажется, просто интересно, я, в этом кино много непрофессиональных актеров тоже снимается, да, и всегда, когда можно найти человека, ну, вот, например, какого-то дельца в зоне действия администраторов неплатежеспособности, вот мы искали такого, тоже человек, как бы, как рыба в воде себя чувствует в этом бизнесе, так назовем его, да, недвижимости и каких-то банкротств, и все, и очень много посмотрели настоящих дельцов того времени, понятно, что многие из них не хотели участвовать, да, но кто-то, кто-то приходил, и потом пришел Андрес, и понятно, что он может очень быстро понять и дать больше глубины этому, ну, как бы, осознание, еще посмотреть на это со стороны и понять, что еще там может произойти, ну, Андреса в последний момент смотрели, потому что я очень пытался найти настоящего, и, ну, просто что-то вот не сходилось по ощущениям в голове, что-то не хватает, и потом пришел Андрес, и скажи, ясно, все, возвращаемся к Андресу, снимаем Андреса, потому что это, ну, в несколько раз точнее, чем все, что мы видели. фильм снят на латышском языке, насколько это было сложно, ведь это первая, я понимаю, картина, вот, которую ты снимал на латышском. Ну, мне кажется, я уже достаточно интегрировался для того, чтобы говорить, я волновался, как это будет, но потом я понял, что у меня партнер латышка, который средний говорит по-русски, так можно это характеризовать, и я много говорю по-латышски, у меня коллеги в большинстве своем латыши, поэтому мне как-то уже это, если, когда мы презентовали фильм «То, что никто не видит» в киноцентре, я заучивал текст, когда мне нужно было как режиссеру презентовать текст на латышском, я заучивал наизусть, чтобы, не дай бог, не ошибиться, и просто как стихотворение рассказывал, что я хочу в этом фильме сказать и почему, то сейчас я себя очень комфортно чувствую, конечно, говоря по-латышски, просто из-за количества разговоров, которые я за это время провел. Все приходит с опытом. С опытом, просто, да, опыт, наработка. Начинаешь говориться, начинаешь разговаривать. И, конечно, ну, я, мне очень помогла, есть режиссер из Дании, который снимал фильм, боже мой, как же его звали, был Zoom, с ней лекция, в связи с одним воркшопом, как же этот фильм назывался про девочку, которая влюбляется в мужчину постарше, очень известный в Великобритании, был популярный, хорошо, не важное название, она дочанка, и она снимала в Великобритании фильм про, там, 20 лет обратно в Великобритании. Если вы знаете, я просто учился в UK, британцы очень трепетно относятся к чему-то такому, они сами снимают все свои сериалы, The Crown, Downtown Abbey, они там, все, если вы посмотрите, только британцы это делают, они свои актеры, все свое, и вот дочанка снимает фильм, который по миру очень хорошо пошел, и я ее спрашиваю, ну, а как ты, ты же дочанка, я слышу, ты говоришь по-английски, у тебя, ну, я тебе не скажу, что ты прямо вот, да, свободна в этом, и говорит, да ладно, что, спросишь у кого-то, если что, зачем напряжение такое создавать, что там нет, ты знаешь, о чем история, можешь ее рассказать, чувствуешь, слово два сказать правильно, всегда есть, кто поможет, скрипт-супервайзер, сценаристу можно позвонить, еще, ну, то есть, не надо столько создавать это напряжение, главное, чтобы было понятно, о чем ты рассказываешь, тебе должно быть, что ты знаешь, что эта история здесь может произойти, на самом деле. Ну что, у нас на самом деле времени нет, Manhattan Short, мы просто говорим о том, что совсем скоро фестиваль... Мы уже прощаемся, да? Мы уже прощаемся, мы уже прощаемся, с 22 сентября по 2 октября, 25-й, между прочим, да, уже фестиваль? Может, как-нибудь поговорим еще отдельно про это, потому что мы сегодня говорили про фильм «Милый друг», «Милый лес». Давайте вот тогда, да, на «Милый друг» лучше пригласим, что мы сейчас уже не успеем. 21 числа, премьера в эту среду, то есть буквально премьера в кинотеатре Forum Cinemas. Очень ждем вас, мне кажется, что на премьеру намного интереснее прийти, чем... Ну и спасибо большое режиссер Станислав Токалов, режиссер фильма «Милый друг», «Милый лес» был у нас в студии. Всего доброго, удачи вам. Спасибо. И слушайте Радио Болтком.